Илон Маск вложился в онлайн школу для богатых с одним учебным днем в неделю. Лего выпустит наборы конструктора для взрослых. Обо всем этом сегодня в выпуске. Подпишитесь на канал, усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Маск против традиционного образования. Илон Маск давно разочаровался в традиционной системе образования. В 2015 году он заявил, что школа не способна дать детям необходимых знаний и навыков. После этого Маск основал собственную школу, куда переманил учителей своих сыновей. Vet Astra, что с латинского означает «к звездам», нет оценок. А упор в образовании делается на этическую сторону принятия решений. Следуя пожеланиям и интересам Маска, из инновационной учебной программы исключили уроки по языку, музыке или спорту. Но добавили сложные технологические проекты, вроде создания боевых роботов, дискуссии о ядерной политике и планирование стратегии борьбы со злым искусственным интеллектом. Все расходы учреждения миллиардер взял на себя. Позднее, из серии частных уроков для сыновей Маска, проект дорос до полноценной школы для детей сотрудников SpaceX. Школа для богатых. Теперь же Маск внес первоначальное пожертвование в новую частную школу. Она находится в Лос-Анджелесе и называется «Астронова», что с латинского означает «новая звезда». Она также продолжает ту же линию образования в онлайн-формате. «Астронова», которую планирует открыть в сентябре, приглашает академически серьезных, креативных и добрых учеников от 8 до 14 лет. Заявки на поступление принимаются до 10 июля. Стать учеником может ребенок из любой точки мира, в достаточном мере знающий английский язык. При этом занятия будут проходить всего один день в неделю. Родители должны быть готовы платить за их образование 7,5 тысяч долларов в год. Как рассказал директор «Астронова» Джошуа Данн, в непосредственном управлении школой Маск не участвует и финансовой заинтересованности в ней у миллиардера нет. Илон помог с первоначальным взносом и основной административной работой, чтобы открыть «Астронова», пояснил Данн. Впрочем, нашлись и те, кто осудил подход Маска к образованию. Декан колледжа образования при Университете Кентукки Джулиан Васк из Хеллинг критично настроен по отношению к «Астронова». Он заявил, что было бы лучше, если бы Маск сотрудничал с уже существующими образовательными онлайн-программами. По словам Хеллинга, глава Тесла мог бы стать партнером школ Кремниевой долины для детей с низким уровнем дохода и помочь преодолеть социальное неравенство в сфере науки и технологий. У Илона Маска была реальная возможность сделать то, что он сделал, общественным благом, а не частным, которому имеют доступ лишь определенные люди, подчеркнул эксперт. Маск не единственный миллиардер, который в период пандемии решил поддержать сферу образования, вынужденную перейти на дистанционный формат. Основатель Facebook Марк Цукерберг пообещал перечислить на образовательные проекты 6 миллионов долларов. Агент-директор Twitter Джек Дорси выделил 10 миллионов долларов на подключение к интернету и обеспечение техникой студентов в Калифорнии. LEGO объявила в выпуске новой линейки конструктора LEGO Art. Она предназначена для взрослой аудитории. Из деталей можно собрать картины с Мерлин Монро, Битлз, Железным Человеком и другими героями. Об этом сообщает LEGO Group. В первую коллекцию LEGO Art вошли 4 стандартных набора. Они поступят в продажу в России с 1 августа в магазинах-дистрибьюторах LEGO. Также эксклюзивно до октября в магазинах LEGO Мир Кубиков будет доступен набор с Железным Человеком. Стоимость одного набора составит от 9 тысяч рублей. Каждый набор можно собрать несколькими способами и стайлов LEGO, цветных 2D элементов. В дополнение к наборам идут таблички с подписью и специальный подкаст, посвященный теме набора. Мы сможем вдохновить поклонников кино, меломанов и поклонников искусства на погружение в мир искусства и творчества, связанный с их кумирами. Комментирует старший директор по дизайну LEGO Group Луис Элизабет Бантовт. Мы благодарим вас, что вы досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик и поставьте этому видео лайк. Обязательно поделитесь своим мнением внизу в комментариях, поделитесь этим выпуском с друзьями и подписывайтесь на все наши каналы и социальные сети. Все ссылки будут в описании. Ну а теперь я буду с вами прощаться. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok